Пойдемте, сейчас покажу вам. Мир всем! Друзья, я сегодня хотел поделиться нашей землей, нашим огородом. Это небольшой участок, буквально, я даже не знаю, метров, наверное, 15, наверное, на метров 6, может быть, на 5. Ведь все, когда я жил в городе, все началось, в общем-то, с фермы ВКонтакте. Была такая игра, очень популярная, не знаю, сейчас есть, нету. И она привлекла, помню, как сейчас помню, всегда там было много игроков онлайн, там, ну, прям миллионами, там, 7-5 миллионов. Она привлекла к тем, что, наверное, я говорю, все равно у человека есть такая потребность, ну, наверное, из древности, да, когда еще Бог создал Адама и сказал возделывать сад этот Эдемский. Потребность такая ковыряться в земле. Вот. И, как сказал еще Петр Аркадий Столыпин, хороший мужик был, он сказал, что земля несет нравственное начало. И это реально. Когда ты что-то делаешь, что-то там садишь, что-то поливаешь, как бы азарт в надежде, что вырастет. Вот. Тебе некогда заниматься дурью, там, думать о чем-то плохом. Вот. Соответственно, вот такой небольшой участок. И в чем весь смысл? Весь смысл в том, вот, вообще, да, то есть я не говорю про какую-то там пашню, большие поля, гектары. Я говорю вот про маленький огородик. Смысл весь в том, что ты посадил семечку, поливаешь, и, собственно, оно все само растет. Вот. Тебе не надо там каждый день кормить, там, что-то варить, там, да, растение. Вот. Каждое растение, оно спешит, спешит вырасти. Солнышко греет, дождик льет, там, или там ты сам поливаешь его. Вот. И вообще, слава Богу за все, я говорю, у кого-то не было дождей в этом году. Где-то, может быть, сильные были дожди. У нас тоже был этот год весьма засусливый. Так было засусливое, что даже трава плохо уродилась, сена мало. Но, несмотря ни на что, мы поливали, как могли, там, воду даже привозили, вот, один раз. А потом пошли дождики. Вот сейчас вот тоже периодически дождики есть. Вот. И я хотел показать, что у нас есть. Значит, ну, и вы заметили, да, что внешний вид, это, наверное, по методу Неумывакина, по-моему, когда весь огород такой, как на природе, как в лесу, то есть все, трава, сорняки. Вот у нас примерно, наверное, по этому методу. Вот. Что у нас тут есть? Значит, я, кстати, вообще это самое радостное дело, да, собирать урожай. Ну, сейчас месяц август уже, и как бы нормально. Уже все уже подошло. Сейчас я соберу кукурузу, капусту. Вот на большом участке можно натыкать вообще что угодно. И морковка есть, и огурцы. Вот этот вот, вот это вот топинамбур. Он нам тоже как-то понравился. Я его привез откуда-то там, не помню, мне кто-то дал. Плоды небольшие. Они у меня, это еще год назад где-то лежали, даже что-то испортились. Но, несмотря ни на что, я закопал их, и вот они выросли все равно. Но, поэтому он хороший и живучий очень. Говорят, что можно использовать вместо картошки. Я не знаю, это, наверное, надо привыкнуть как-то. Так, ну. Разгребаем вот эти джунгли. Это кабачки называются. В принципе, вот. Вот такой плод уже можно собирать куда еще больше. Кабачки это хороший продукт. Можно их запитать, тушить. То есть тоже очень хорошо к столу, так скажем, киди. Тем более сейчас Успенский пост. Самое прям то. Они мне чем-то напоминают снаряды. Вообще, вот из кабачков, да, это кабачки. Из кабачков можно делать этот, ну, знаете, заготовки. Там тещин язык делают, очень нравятся на зиму. Прям прекрасно. И смысл-то в чем? То, что это натуральная ферма. То есть это не какая-то игра компьютерная вконтакте. По сути, пустота, цифры там ничего нету. Посмотрел и все. А тут вот посадил, да, немножко подольше. Надо подождать там, полить водичкой. Вот. Но по идее это не так тяжело там полить. Вот. Зато все настоящее выросло. Выросло именно то, что ты можешь поить. Буквально на небольшом клочке. Я просто отгородил вот этот клочок земли для огорода. И, кстати, один интересный момент. Я, может быть, потом покажу, как я разрабатывал эту землю. Здесь был целик просто. Я просто снял сюда свиней. Вот. Здесь вот этого забора не было. Все свиней они все только и копали. Вот. Потом взял просто отделием и все. И уже там, как говорится, где-то тут что-то подровнял. Следующий вот этот участок, они мне тоже его разработали. И следующий буду, значит, тоже делить его для огорода. Добавлять. Тут еще. Теплицу ставить потом. Вот. Ну, а пока так с теплицей. Нынче, слава богу, кабачков много. Есть возможность даже поделиться с кем-то, что-то сделать. Вот. Так что это не сложно. Это даже интересно. Очень интересно. Пониматься. Огородом. Теперь все это добро мы положим сюда сейчас. Всегда контрольно. Нужно еще проверять. Даже вот нарвало, а там мало ли потом, вдруг там еще кто-нибудь, чтобы не перерост. Теперь я хочу собрать кукурузу. Вот. Собственно, подошло ее время уже. Я просто буду в початках. Это я потом обшелушу ее. Вот. Тут вот, как мы видим, да, здесь у нас подкоп. Свиньи решили подкопаться. Ну, я там закрылся. Все нормально. Соседи. Ну, смотри, что получилось. Пока я пытаюсь тут, значит, думаю, что они растут. А оказывается, уже какие-то умники взяли, раскрыли и все съели. Ну, что поделать. Берем, кидаем за борт. В этом году просто воды не так много было, на самом деле. Ну, и поливали, в общем, не это. Экономно очень. Кукуруза тоже в приоритете не стояла. В этом году вода все равно не есть, но может быть не так сильно вода. То есть можно было и больше. Это я не поставлю. Вот. Палли-булик. Сорт называется «Сам растет». Вот в деревне, что хорошо, например, ничего не пропадает. Вот эту всю ботву, она очень вкусная. Я ее выкину козам. Козы съедят с удовольствием. Ну, там, козлят там. Вот. Если, значит, не козам, значит, свиньям там. Поэтому все это пригодится. Я пока все это сюда вожу. Вот. И так постепенно огород будет как бы очищаться. Одну убрал, вторую убрал. Вот. Еще один початок нашел. А потом мы эту кукурузу отварим и покажем вкусняшку. Она будет золотая, как слитки золотые, как будто бы. Вот. Помидоры. Вот какой плод. Ну, это... Это ж на улице. И сорт, по всей видимости, не сильно-то и большой. Сорт называется «Сам расти». Сам расти, сам поливайся. И сам желательно еще, чтобы на стол сам пришел. В общем, а здесь у нас растет тыква. Тыкву ее вообще можно как-то куда-то подальше. Ну, пока места нет, я говорю, мы сюда садим. Это вот сорт такой называется «Россиянка». Она танкокорая. Тыква тоже очень хорошо и для хозяйства, и в первую очередь для людей, для самих зимой. Они хранятся, тыквенную кашу делать, печь тыкву и всякую. А тут вот нашел тыкву. Явно, что вот эта не россиянка. Она какая-то, ну, я не знаю даже. Что-то пошло не так. Так, это вот, видите, на что-то похоже, да? Это граната, лимон. Берем, срываем чуку. Присаживайся. Все, пошло дело. В этом году, вот, получился яблочный грибок. У нас яблонка есть небольшая, она осталась от старых грибзеев. И как-то, в какие-то года здесь ничего не было. Бывало весной, там, мороз ударит. Все побьет. А вот уже, наверное, второй год. В прошлом году было чуть-чуть яблочек. В этом году больше. Желтенький, такие вот хорошие. А вот один. Что-то котичка растет. Это я не знаю, что котичка на лягушку совсем собрать, но что-то сделать. Ну, вот, в общем, пойдем смотреть. Вот, в общем, я собирал я кабачки, кукурузу. Сейчас еще огурцы буду собирать. Кто только планирует еще в себе завести какой-то огород или дачу, не бойтесь, заводите. Земля это всегда хорошо. Земля прокормит. С нее все растет. То есть, ну, я не знаю, если ты там ни в пустыне посадил. Вот, ну, мы живем, у нас обычные черноземные, черноземки. Все втыкаешь, все растет. Поэтому, кто еще думает переехать на землю, и есть какие-то сомнения, на самом деле не сомневайтесь. Земля это только малая часть того, чем можно заниматься на земле вообще. Ну, переехать там деревья, где-то. То есть, понятно, и хозяйство какое-то. Ну, и земля это вообще как отдельное какое-то направление. Здесь, я говорю, на маленьком участке, чисто для нашей семьи, то Бог дает всего очень много. Поэтому сейчас... Назарочка, давай я эти помидорчики сюда что-то насобирал. Еще помидорчики у нас тут. Ну, молодец. Моловину насобирал. То есть, там еще можно ведро, да там еще много можно насобирать. Сейчас пойдем. И опять же, ничего не пропадет. Те, которые плохие, значит, животным пойдут. Те, которые хорошие, мы сами сидим. Ну, до новых встреч, нового видео. Всего доброго. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok